Здарова, народ! И сейчас вы просто засеките минуты 3 и посмотрите, какая дичь начнет происходить с игроком на КВ-222. Давайте посмотрим составы команд для начала. Наш герой попал, ну не в самый низ списка, но и не в топ, вот так скажем. В такой более-менее нормальный, но далеко не идеальный бой. Потому что все-таки по 3 танка 6 уровня за каждую команду есть, и к тому же есть КВ-2 во вражеской команде КВ-2, который может очень сильно нам жизнь подпортить. Да и Хеллкэт, несмотря на огромное количество нерфов, которые он пережил за свою историю, все равно тоже имеет довольно неплохое пробивное орудие и может жару дать. Поэтому нашему герою легко не будет. Да, есть один плюс артоводов. Нема, чемоданы отменяются на этот бой. Это уже так довольно прилично радует, поэтому можно чуть-чуть подрасслабить батонный, но ненадолго. Потому что я вас попросил минуты 2-3 подождать вот с начала боя, и начнется просто лютый эпик. По началу наш герой выезжает по центру. Пушечка у КВ-222 в целом, ну, не самая лучшая, скажем так, потому что видим, что альфа всего 110 единиц, бронепробитие 99 миллиметров. Голда имеет 121 миллиметр бронепробития. То есть пробивать, когда ты попал вниз списка, действительно на этом танке сложно. Но самое интересное то, что КВ-222 действительно на своем уровне сейчас один из самых имбовых танков все равно. Потому что его броня нереально крута относительно своего уровня. И мало кто может вот так спокойно его пробивать, особенно из танков 4-5 уровня. У них с пробитием этого товарища вообще большие проблемы. А после того, как переработали фугасы в патче 1.13, так вообще этот танк, владельца этого танка, очень сильно повезло. Потому что они сейчас имеют у себя машину, которую можно выкатить в рандом и действительно сыграть в удовольствие. Потому что посмотрите, что делает наш герой. Вот как раз сейчас прошло уже 2-3 минуты, ну 2 с половиной, которые я просил вас засечь в начале боя. И наш герой уже находится на вражеской половине карты. Посмотри, никто из союзников не осмелился больше сюда подобраться. А он плевать хотел. Он въехал прям к ним фактически в логово врагов. И направо-налево здесь раскидывает уже 550 дамага танканулу, учитывая, что у него всего 900 хп. Это больше половины его суммарного хп. А это сейчас только начало боя. Type-T-34 пытается нас выцелить. И посмотрите, что творит там. Он даже не обращает внимания на вот этого м4, который ворвался на нас. Просто поджал сзади. И посмотри, БТ-7 нам кидает по 3 дамага. По 3 урона снимает своими фугасами. По 3 хп. Этот товарищ, даже учитывая, что сзади заехал, не смог пробить броню нормально. Да, мы уже потеряли хп, но и натанковали 1100, но и позиции у нашего героя просто, я не знаю, сломя голову здесь ворвался. Еще один заинтересованный. Мужики, у вас что тут, брачный сезон? Че вы так лезете к нам прям? Этот тоже решил. У прошлого м4 точно брачные игры вот у этого товарища. А этот м10 спереди подошел. Ну и на этом ему спасибо. И заметьте, он ничего не сделал. Хотя танки одного уровня. М10, КВ-222, Тайп-Т-34, которые там издалека иногда высовывает свой нос. Но тут же закатывается назад, потому что поднимает. Сейчас он с точностью нам повезет, и мы в башенку ему дай попадем. Вот как раз этот момент и настал. Наглости у него немерено. Все высовывался и высовывался. Как будто просил. Ну дай ты уже мне, билет вангарта. Ёлы-палы. 7-7 счет. Справа товарищ Хедзер. Уловый стоит? Ну, Хедзеру будет против нас очень сложно. Но вот самое интересное у него есть какая-никакая броня даже на четвертом уровне. И наш герой предпочитает голду не заряжать. Поэтому может и не пробить, кстати, Хедзера. Ну вот что и происходит, посмотри. НЛД Хедзер спрятал и пробить уже не удается так спокойно. И еще один снаряд. Ну тут уже снаряды решили в землю улететь. Видимо там где-то магнит спрятан за этим холмом. И посмотри сколько снарядов он тратит на Хедзера. И не получается так легко его разобрать. Опять броня не пробито. Но тут уже магия шотного танка. Он обязан был не пробиться. И еще раз. Посмотри. Но очень быстро КДшится КВ-222. Поэтому мы один за одним, как из какого-то бесконечного барабана, откидываем свои снарядики. Счет 8-9. И тем временем наша команда не сильно балует вообще достижениями в бою. Потому что ну реально послевалось уже очень много. Сейчас КВ-2 там выпрохает на Черчилля третьего. И объяснит ему кто здесь батя походу, да? Или что? О, долго думал КВ-2, но в конце концов люлей отвесил. О, братюня! А ты калитку решил открыть на полную? Бор там стоит КВ-2. На голду здесь приходится переходить. И конечно, огромная картонная коробка, которая называется башней у КВ-2, должна что-то допринимать. Только видите, он из стороны в сторону ездит. И походу сейчас нам придется опробовать на себе. Угасик КВ-2. На 166 всего! Вот о чем я вам говорил, посмотри. Мы реально сейчас в этом бою 1 на 1 выглядим сильнее КВ-2. Он не может нас нормально пробить. Батай 7 там вообще вдалеке по одному хп нам снимает. Красавец, что сказать еще. Ну и выезжаем на Черчилля. Здесь проблем быть не должно. Тем более мы сейчас на голде. И уже, заметь. 8 фрагов. 2,5 натанковано. Почти 2,5 нанесено. Я напоминаю, в бою с танками 6 уровня. Так что обязательно можно уже прямо сейчас лайчинский палец вверх видосику прожимать на рот. Не забываем это делать. Это правда важно. Ну, ребят, пока КВ-222 едет разбираться с оставшимися врагами, напомню вам, что спонсоры этого видео, ребята, с очень классного сайта ВотГолд, где я вам советую открывать главный контейнер. Потому что на него, во-первых, скидка действует, и к тому же лично мне в нем очень сильно везет. Выпадают и премтанки, и голда в больших количествах довольно часто. Он недорого стоит, и если вы будете пополнять счет на ВотГолд, и введете при пополнении, там когда пополнить вверху справа нажмете, и введете вот этот промокод, который на экране сейчас перед вами, вам гарантированно начислят подарок-бонус. Каждому начислят гарантированный бонус. Поэтому запишите промокод, если что, в закрепленном комментарии под этим видео, ссылка на ВотГолд, ну и промокод. Ну и если вы не видите комментарий по какой-то причине, не знаю, просто в любом поисковике, вбивайте ВотГолд, и можно на русском даже. Найдете быстро сайт ВотГолд.ру, и промокод с экрана, главное, запишите, не потеряйте. Ну и не забывайте, что в этом видео также проходит розыгрыш Голды, до 10 тысяч золота можно выиграть. Элементарные, как всегда, у нас условия, поставить лайк, подписаться на канал, не забываем колокольчик включить, и комментарий с игровой в ником, и одет в контакте. Напишите, чтобы я знал, куда отправлять Голдиш. Ну а мы смотрим далее, 12-12. Ох, какие здесь у нас картонные друзья. Братюня, ты что там спрятался? Иди сюда, иди к папочке. Ох, тебе не повезло, братан, ох, не повезло. Ля, БТ-7 продолжает нам по одному хп снимать. Это как-то собака из пословицы. Собака лает, кроватный идиот. Пытается нам БТ-7 хоть что-то сделать, но кроме как пугать нас вот этими красными полосками на экране, показывающими откуда летит дамаг, он ничего не может. Опять 1 хп, посмотри, снял. Вот что значит измененные фугасы. Мне кажется, вот до патча 1.13 он бы нас пожестче распинывал. Посмотри, потому что скорострельность у БТ-7 есть. И вот он один за одним свои фугасы в нас впихивает. Еще и калитку всю свою распахнул. Бор там стоит, дружище. Кстати, против нас очень серьезный противник. Это Хеллкэт. У нас всего 280 хп, и Хеллкэт может очень быстро их съесть. Поэтому надо быть крайне осторожным сейчас. А вот БТ-7 решает пойти на утек, и не попадаем мы в броню. Ой, братан, ты походу права не там покупал. Какие-то люди обракованные. Врезается он. Непонятно там куда даже за кустом не видно. Ну, конечно, здесь, походу, права не надо было выдавать. Хеллкэт приехал сразу на 221, и у нас есть шанс за счет скорострельности его упаковать. Что могу сказать, народ? Хеллкэт мажет, и у нас походу победа. Очень круто сыграно. 12 фрагов. Лайчинский обязательно с каждого. Не забывайте под ролик спускаться. Народ это и каналу поможет. И игроку может посмотрит, увидит сколько лайков набрал его бой. Тоже, думаю, будет приятно. Ну, а мы смотрим итоги. Итого, народ, у нас медаль война. Основной калибр. Стальная стена. Невозмутимый пул. Конечно же, мастер. 4000 дамага на пятом уровне. Я напоминаю, в бою с шестерками. 12 фрагов. Ну, КВ-222. Действительно, сейчас очень крут на пятом уровне. Повезло тем, у кого он есть. Если есть, пишите в комменты. Можете похвастаться. Вверху справа прошлый видос. Кто не видел, гляньте. Ну, а мы с вами, народ, увидимся в новых видео. Которые очень скоро будут на канале. Пока, народ. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.